Изобретатель, который нагрел муромские тепловые сети, более чем на 100 миллионов рублей предстанет перед судом. Правоохранительные органы завершили расследование непростого уголовного дела в отношении московского предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. А до этого более пяти лет местные власти безуспешно пытались в судебных инстанциях расторгнуть кабальный договор, по которому муниципальное предприятие, внедрившее якобы уникальное изобретение, обязано было перечислять автору беснословный гонорар вплоть до 2023 года. Как же так получилось, что администрация, возглавляемая на тот момент Кочеваном, повесила себе на шею такое ермо, ответили в областном следственном комитете. Подробности в сюжете. Дело о крупном мошенничестве в Муроме в областном следкоме называют беспрецедентным. Некий Евгений Мурашев, называющий себя академиком-изобретателем, в 2006 году заключил в Муроме договор с местными теплосетями на использовании своей разработки квантового структурного преобразователя, который якобы мог повысить КПД котельной более чем на 100%. Должностным лицам, которые, по нашему мнению, выслушивая длинные, красноречивые рассказы Мурашева о необыкновенном техническом устройстве, в общем-то, скорее всего, ничего не поняли. Не обладая знаниями в области физики, спецификой вот этой отрасли, должностные лица округа Муром, в частности, участвовал представитель администрации, МОП «Тепловые сети», они согласились заключить лицензионный договор, в соответствии с которым, в общем-то, были установлены достаточно кабальные условия для МОПа, достаточно серьезные деньги предполагалось к выплате автору изобретения. Несмотря на то, что в 2006 году главой Мурома был Валентин Кочеван, в Следственном комитете рассказали, что в договоре на использование изобретения Мурашева его подписи нет. Документ подписывал его заместитель Шершов, начальник управления ЖКХ Копытин, директор и главный инженер тепловых сетей. Применять прибор планировали до 2023 года. С приходом к власти нового главы Евгения Ручкова выяснилось, что никакой экономии на теплосетях, в общем-то, не наблюдается. При этом расторгнуть договор, подписанный прежней администрацией и тепловыми сетями, оказалось невозможно. Более 113 миллионов рублей получил Мурашев из средств муниципального предприятия за свое изобретение. Мы считаем, что Мурашев таким образом составил методику расчета, что теоретически она всегда показывала эффект. На самом деле, по практике, такого эффекта не наступало. Долгие тяжбы с изобретателем результаты не дали. Все суды, вплоть до Верховной инстанции, вставали на сторону Мурашева. В 2016-м по распоряжению главы округа Муром Евгения Ручкова квантовые преобразователи были демонтированы, а предприятие прекратило оплату. Тогда же в отношении изобретателя началось расследование. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В качестве экспертов следователям пришлось привлекать даже членов комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Наша задача все-таки вот эту битву, можно сказать, и умов, и способностей, и отношений к происходящему. Мы рассчитываем на победу. Сейчас последнее слово, конечно, за судом. Я думаю, что процесс будет долгим и очень сложным. И думаю, что Мурышев, конечно, будет доказывать своем. Здесь судье нужно будет сделать свой правильный и объективный выбор. По инкриминируемой статье изобретатель, которому на данный момент уже 71 год, может получить до 12 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Муромский суд. Ольга Кирешина, Новости Муром. Продолжение следует...